Друзья, всем привет! Вы на канале Капитан Крым. Хочу вас спросить, вы верите в сказку? Представляете, в историческом сердце Евпатории, буквально недалеко от такие дервиши, для меня стало это открытием, есть театр кукол. И я приглашаю вас вместе со мной окунуться сегодня в сказку. Только я сказал про волшебство, и в Евпатории пошел снег. Первый снег, друзья. Поздравляю вас с первым снегом. А я умею двигать ручками. И я, и я тоже. Вот, смотри. А я сейчас попробую подвигать ножками. Давай, а ну-ка. А теперь я попробую. О, и у меня получается. Ой, смотри, скамеечка. Ой, я сейчас попробую на нее сесть. Давай. Так. Раз, два, три. Так. А ну-ка, подвигайся. Да я с тобой рядышком. Сейчас. Вот. Как ты там говорила? Раз, два, три. Ой. Как это смешно. Не смешно. Раз, два, три. А еще можно ножками поболтать. Ага. Здорово. Давай. Друзья, знакомьтесь, это Лариса Владимировна, создатели студии кукол-марионетки. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие мои зрители и господин ведущий. Ну, господин, это громко сказано. Расскажите, как вообще театр, откуда он произошел? Потому что я в Евпатории вырос. Я в Евпатории постоянно вот сейчас приезжаю и уезжаю. Но, честно говоря, для меня было таким открытием, что вот здесь, в этом здании, такой замечательный театр. И, что самое удивительное, так здорово оборудован. С чего все начиналось? Начиналось в конце 80-х. Дуба Варима Петровна приехала в Евпатории и организовала творческое детское объединение. Там занимались дети и вокалом, и танцем, учились режиссуре. А я в конце 80-х приехала сюда на гастроли с театром кукол. Откуда приехали? В Ташкент, с филармонией. И мы выступали в гортеатре нашем Евпаторийском. На мой спектакль попала Новикова Вера Владимировна, второй председатель горкома партии. Ей очень понравился наш театр, и она предложила организовывать здесь театр. И на базе детской студии Дуба Верима Петровны образовалась пока только маленькая группа детей, подростков. И начали заниматься они именно куклами-марионетками. То есть это еще в конце Советского Союза? Да, в конце Советского Союза. Но это не был театр, это просто была творческая группа, детское объединение. Базировались они тогда в Доме культуры на революции. Там было создано 4 творческих группы. Они выступали по санаториям, по школам, по детским садам совершенно бесплатно. И дети занимались тоже бесплатно. А вы детей, получается, всему учили, да? То есть вы были художественный руководитель и идейный вдохновитель. Ну, именно творческой группы театра кукол. И мы тогда назвали этот театр потешки. Это было уютно, по-детски, по-доброму. И с этими детьми мы объездили много фестивалей, побывали во многих городах и решили его официально оформить, как театр-студия. Вот Рим Петровна занималась в основном бумажными пробивными делами. Я занималась с детьми и творчеством. И, получается, в 90-м году по распоряжению горосполкома было решено создать театр. Утвердить положение, устав. И было дано распоряжение УЖКХ и Управлению культуры. УЖКХ предоставило нам здание Управления культуры методические рекомендации, как бы. И в 91-м году мы уже получили разрешение на работу и документы, которые подтверждают создание театра в студии. То есть, по сути, это его рождение? Это его рождение, 91-й год. Маленькая, миленькая, слезки просуши. Маленькая, миленькая, слезки просуши. Здравствуйте! Кто вы? Я жук. Я благородный, как все джентльмены. Кватострофа! Бри, ке, ке! Ох! Вот в театре сейчас я прошелся, мы уже с вами прошлись, очень много кукол. Но в руках вы держите постоянно вот эту вот куклу. Расскажите о ней. Когда дети начали заниматься в студии кукол-марионетки, я их учила делать куклы. Одним из видов занятия было, в общем, мастерство по изготовлению кукол. И это самая первая кукла, которую сделали дети и подарили на годовщину театра. Она, конечно, не очень красивая, может быть, но она с душой. И она уже 30 лет живет в театре. Можно сказать, она как талисман тех детей, которые выросли. Кто-то работает в Германии, кто-то в Италии, кто-то в Москве. Ну и второе поколение полностью работает в театре. Они уже взрослые, профессионалы, высокого класса, которые со мной на протяжении всего театра. Вот у вас есть совершенно разные куклы, да? И вот есть небольшие. И мы сейчас с вами видели кусочки отрывок из спектакля. Со снеговиками есть вот такие вот большие куклы. Это как... Да, это напольно-ростовые, сейчас модно говорить, ростовые. Вот, да. Это сложные куклы. Водятся, как правило, двумя актерами. Вот, очень живые, эмоциональные, за счет того, что руки у них на тростях. Они могут выразительно показывать свои жесты. Да, прям как человек. Да, иногда очень естественно. В общей сложности где-то за свою жизнь у меня около двух с половиной тысяч кукол. Когда было, подходило к тысяче, я их еще считала, как-то расписывала, фиксировала. А потом просто уже даже и запуталась. Потому что очень много было сделано кукол не только для театра, но и рекламных больших кукол. Там, вы увидите, стоит у нас дракончик Гоша. Вот. Очень много было сделано кукол и в другие театры. В Армению, в Словакию сделали около 60 кукол. Очень много было сделано кукол подарочных. Вот, допустим, мы ездили в Германию. Было такое мероприятие, как театр и кафе. Мы там выставляли свои куклы. Они, кстати, очень пользовались большим успехом. Так как спектакль мы показывали бесплатно. Но нам организовывали культурный досуг. То есть, получается, патриархские куклы практически по всему миру сегодня. По всему миру, да. В Москве мы, в общем, очень долгое время я дружила с организацией, которая занималась слабовидящими детьми. И я изготовила им кукол по бывшему старинному журналу «Мурзилка». И там очень много было персонажей, и «Веселые человечки», и «Мурзилка», которые потом были записаны как фильм, видеофильм. И распространялись среди детей со слабовидящим и слабослышащим. И детки, ну, инвалиды детства, можно сказать. Ой, какой изумительный бал! Саша, весочистая! Ай, боже, весочистая! Какое богатство! Какая рост! Ай, как замечательно! Вот это всё! Приглашаю всех в сад! В сад! В сад! Проходите! Ой, в сад! Благодарю вас, Ваше Высочество! Проходите! Благодарю! Какая я счастливая! Ой! Простите, пожалуйста! Какая прекрасная незнакомка! Разрешите пригласить вас на танец! С удовольствием! Выше тебя низом Это звучит на стену И взлетает над землей ночной Словно стая мотыльку весной Все цветы поднимаются к звездам Лес и сады пусты В небе танцуют цветы И взлетает, словно фейерверк На земле порхают в лесу вверх И звучит, и звучит Вась цветов в ночи Это часть полночной Вась, скажи, в цветочной Словно дождь и сады пустынки Покажете свой театр? С удовольствием Сейчас мы с вами побывали В зрительном зале Нашего театра А сейчас Святая святых Да, святая святых Это и наша раздевалка И хранилище Ну, здесь не все куклы И все декорации Часть находится в подвале У вас даже подвал есть? Да, у нас есть огромный подвал И там очень много Всякие атрибутики хранится А вот этот дракон, да? Да, вот это вот такие были Рекламные куклы Которые ставились на детских площадках В санатории заказывали Я делала такие Интересные, веселые, добрые куколки А потом Этот как-то у нас засиделся Так и остался Прижился Прижился в театре Раньше мы, конечно, находились В другом помещении Около Николаевского собора Музейная 4 Почему-то вдруг мы попали В ликвидационную массу Нас выставили на аукцион Вот, хотя По всем В каком году было? В 2006 Хотя по всем законам Детское учреждение Не выставляется на аукцион А только передается От одного детского учреждения К другому Если вдруг это Учреждение Вдруг расформировается По каким-то причинам А там же какой-то отель По-моему, сейчас, да? Да, а сейчас Сначала был какой-то Ночной клуб Теперь отель Очень жаль, что Такие Я не знаю Как назвать их Котируются больше Я очень долго судилась Чтобы вернуть это здание Тем более, что я судилась Не за свое личное имущество А за имущество, которое Принадлежало городу Принадлежало детям нашего города Но я проиграла четыре суда И в Симферополе И в Севастополе И еще раз в Симферополе Ну и в Киеве Очень было печально Вот Но пришлось Долго биться За то, что Нам хотя бы Что-то выделили Чтоб ногой ступить И вот Нам дали сначала Только читальный зал библиотеки Было очень тесно Если бы Камера могла взять Я бы Показала бы В каком состоянии Нас сюда переселили Ну, приложим фотографии Если у вас есть Вот Ну Случился референдум Мы перешли в Россию И на нас упали Можно сказать Бешеные деньги Нам выделили денежки Благодаря Которым Мы смогли Обновить репертуар Костюмы Сделать вот такой Этот Ремонт Приобрести вот такие Театральные Стулья Теперь у вас все красиво И все серьезно Да, и сейчас Какое-то Появилось новое дыхание И желание Творить, работать Хотя Оно у нас и не пропадало Мы В самые сложные моменты Выпускали спектакли Ездили И по России И по Украине И в Германию Я возила детей Под эгидой Красного креста В Польшу На фестивале Даренные дети Вот Так что Не хотелось бы Чтобы Это дело Нужное Важное Понимаете В это сложное Время Когда Царит бездушие Понимаете Когда Вера в добро Теряется И хотелось бы Подольше Сохранить Этот очаг Сказочной Доброты Счастья Для детей Вот И вера Все-таки В то Что добро Победит Я в это верю Иначе бы Театр Не сохранила Уж скоро Полночь Выглянет Луна Сэр Саймон Прыгнет Из окна Начнет Цепями Он Брынчать И люди Будут Хохотать Нет Умирать Сэр Саймон Сэр Саймон Пора Пугать Людей Ох Мне надоели Твои дурацкие Стихи Габриэль И потом Я Никогда Не прыгал Из окна Ну Сэр Саймон Это для рифмы Для рифмы Как я устал Габриэль Ознок Пронизывает Мои кости Сэр Саймон Сэр Саймон Я слышал Что наш замок Выкупил Один Американский Посол Да И замок Выкупил Посол Наверное Он С ума Сосол Гар И что ты Прилогаешь Они Уже Сегодня Будут Ночевать В нашем Замке Ну Что ж Тогда пора Габриэль Пора Мы Им Покажем Кар Кар О Это чудо Волшебства Боюсь его Как Колдовства О Сэр Саймон Ты готов Габриэль Готов Ну Тогда Полетели Полетели Сэр Саймон Кар Кар В данном Помещении Тоже Оно Как бы Хранилище Вот эти Платильные Шкафы Это все Костюмы Которые Мы Приобрели На федеральные Деньги Ну И соответственно Тут Как бы Раздевалка Актерская А это Точно Святая Святых Это Наша Волшебная Закулисья Вот Смотрю У вас тут Такая сцена Серьезная Серьезная Сцена Нам вот Такие Гримерные Столы Купили Вот Здесь Можно Прямо Заниматься Профессионально Гримом Вот Вот Такую Профессиональную Приобрели Сцена Серьезное Освещение Оборудование Музыкальное То есть Ну Ну и мы сейчас Знаете Еще С большим Желанием Работаем Немножко Вот Ковид Нас Подкосил Потому что Мы Очень Соскучились По Переполненным Залам По зрителю По зрителю И какие-то Проекты Хотя Очень много Я веду По онлайн Уроков По изготовлению Кукол Рассказываю О разных Видах Кукол Которые Находятся В нашем Театре И стараюсь Чтобы о нас Зритель не забывал Что мы Живы Что мы Творчески Полны Идеями Вот И ждем их Просто на коротком Старте В желании Чтобы Скорее Показывать На полноценный Зал Спектакли Друзья Ссылки на онлайн Жизньтеатр Кому интересно В описании к этому Видео Заходите Подписывайтесь Думаю вам будет интересно Вот такие Замечательные Куклы Это из Вновь Обновленного Спектакля Заколдованная Принцесса Они очень Выразительные Яркие Довольно-таки Крупные Вот И сказка Очень такая Добрая Где тоже Побеждает Добро А это ее принц Или здесь Другой сказки Нет А это Принц Принц Который Расколдовал Принцессу Нашел Чудейки Жениха Вот И Сказка Заканчивается По-доброму Так как Принц Принц Получил Принцессу Ведьмочка Получила Жениха Которого Она долго ждала Вот А корот Стал Счастлив Вот А вот у нас Приключение Снежных Человечков Это очень Философская Сказка Очень Философская Сказка Где Снежные Человечки Решают Спасти лес От холода И идут К солнцу Чтобы оно Скорее Вышло И согрело Землю Вот И сами Тают Ради того Чтобы Спасти лес Ну Знаете Мне это Немножко Печально Как-то Была Концовка Я решила Из них Сделать Облачка Которые Летают По небу И говорят Боже Какие мы Легкие Мы видим Это тепло Мы видим Это солнце И мы вернемся Скоро на землю Жизнь продолжается Ну Сохранить Сохранить Чтобы дети Не выходили С печальным Настроением Из зала Потому что Детская душа Очень чувствительная Ранимая И может Даже она Чувствует Больше Чем взрослый Хотелось бы Как-то Ее Не ранить А вот это Куколки Это из Золушки Сценарий Написала Житникова Эмилия Владимировна Она у нас Очень много Написала Пьесы Сценариев Ну вот Один из этих Золушка А кто Золушка Золушка На данный момент Где-то Висит В другом месте Мне наверное Дали задание Перебирать Да Наверное Она перебирает Горох Вот А вот это Вот наш Гриша Ведущий Вот это Кукла Знаете Конференсьев Да Ему Больше 75 лет Ого Вот Эта кукла Попала к нам От Николая Никифоровича Актера Кукольника Эта куколка Воевала на фронте Ходила По госпиталям Пела Частушки Про Гитлера И вселяла Веру Нашим солдатам В победу То есть по сути ветеран Да В прямом смысле Такой ветеран Что это просто Не передать Был он конечно Не в таком образе Он был в образе Чарли Чаплина И Великий кукольник Николай Никифорович Подарил Очень Убитую Такую Куколку Уже Называется Прошедшая Все дороги Боевые Куколка Была Ранена В ножку Мы заменили Ей тут Суставчик Суставчики Деревянные Вот И он Как бы Ожил Вот так бы Нашим солдатам Можно было Менять Ручки Ножки Вот И Переодели Его в другую Одежду Перекрасили Такой Рыжий Шкодный Паричок И Куколка Зажила Другой Счастливой Жизнью Вот Ну Тоже Своего рода Талисман Театра Эту Куколку Я обожаю Она прошла Со мной Тоже Все Сложности Этого Театра Вот И до сих пор Дети безумно Его любят Так как Он плачет Настоящими Слезами Они верят Ему Как настоящему Подростку Я не знаю Артисту И даже Не воспринимают Его как Куклу Вот Такой Замечательный Подарок Нам сделал Николай Никифорович Смотрю Большие такие Костюмы Это же Да Это Большие Костюмы Это Мы когда Проводим Интерактивные Праздники Ну Скажем так У нас есть И спектакли С Живым планом Когда актеры Выходят В зал И работают С детьми Напрямую Взаимодействуют Да Сейчас Детям это Очень нравится Так как Дети пошли Очень Энергичные Очень активные И Их Как раньше По 40 По полтора Часа Дети не высиживают На спектакле Им постоянно Нужно какое-то Живое общение И вот У нас Есть такие Персонажи Которые Работают В живом плане Перед сценой Вот И так же Сейчас У нас Примерный спектакль Приключения Новогоднее приключение Маленькой Баба Яги Там тоже В основном Работают Люди В живом плане Но есть И Куклы Которые Как бы Мы не отходим Из своего жанра В этом спектакле Есть Работает Он только По договорам И на выезде Так как Для этого спектакля Нужна большая сцена И желательно Большой зал Вот Ну У себя Мы его показывать Не можем А сколько у вас Всего в репертуаре Спектакля И я так понимаю Ну вот сейчас Без учета всех Этих ограничений Какой к вам Ходит зритель Ну Так как у нас Зал очень маленький И разрешается Только 30% А так как Зал у нас 28 мест То вот И посчитайте Сколько у нас Сидит Максимум 10 человек Ну а при нормальных Условиях 38 Да И 30 И 35 И подставляем Стулья Летом у нас Вообще Всегда Аншлаги А кто обычно приходит Это Крыг И в Патарице Или это Гости города Ну летом Конечно В основном Гости А в Патарице Приходят В межсезонье Потому что Летом Они заняты Наверное Зарабатыванием Денег Или отдыхом Или отдыхом Да Ну многие Бабушки В Патарицке Приводят детей Которые приехали К ним на отдых Вот Все оккультуривают Оккультуривают Да И на нашем театре Некоторые Уже приводят Извините Умудряются Своих внуков Есть такие Молодые Бабушки Которые Даже внуков Приводят К нам На спектакль То есть Три поколения Железно Вырастили Они на нашем Театре А где билеты Можно купить Ну так как У нас нет Кассы Задание Не приспособлено Под именно Кукольный театр У нас Билеты Приобретаются На входе А то есть Непосредственно В театре А посмотреть Репертуар Есть у вас Сайт какой-то Или как Да У нас есть Сайт Название Сайта Театр Марионетки Любым Английским Русским Шрифтом Набирается И вы увидите У нас Ссылочку дадим Я думаю Да Потом У нас Вконтакте В ютубе Уроки Которые я веду Творческие уроки Со зрителями Вот И Фейсбуке Ну то есть Смотри Вы такие продвинутые То есть У вас И оборудование И стиль Соответствуют Уже как бы Все нормально Стараемся Держаться На плаву Вот Чтобы Как-то быть Интересными И Напоминать Зрителям Что мы есть Что мы ждем И Всегда готовы Их принять Нет Я уже давно Хотела Отправиться В путешествие И посмотреть Что творится Там В других местах Значит Ты хотела Бросить меня Нет Нет Что вы Как только вы Появились Моя жизнь Приобрела Совсем Другой Спейс Не притворяйся Ты снова Обидел меня И я хочу Чтобы ты Отправился В путь И сам Убедился В моей Правоте Вы Прекрасны Но у вас Такой Трудный Характер Ах так Тогда Прощайте Кто ты Уходи Уберите Уберите Она меня съест И моя планета Уходи Уберите 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 Делайте Что-нибудь Аааа Она меня съест Я боюсь Увидите Кто же будет Защищать вас Что бы вы пожелали И как юному Зрителю Так и взрослым В следующем году В первую очередь Я хочу пожелать Чтобы никакие болезни Их не коснулись Здоровья Здоровья Потом я очень хочу Чтобы в каждый дом Независимо Взрослый зритель Или маленький Приходил Дед Мороз И чтобы Обязательно В Новый год У них были подарки И желания Все Обязательно Исполнялись Мы же ради этого живем И давайте вместе Верить в сказку В доброту И в любовь Вокруг вас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok